Главная политическая новость вчерашнего дня была объявление санкций на арест, выдача ордера на арест президента Российской Федерации Путина со стороны так называемого Международного уголовного суда в ГАГе. Естественно, при всем моем, мягко говоря, скептическом отношении к нашему президенту и к его поведению и при полном понимании того, что он сам вырвел себе в ту яму, в которую его сейчас пытаются столкнуть, относиться сколько-нибудь как-то положительно к тому, что какие-то голландские уроды, международные уроды, засевшие в ГАГе, собираются арестовывать нашего глава государства, я не могу. Я считаю, что это, конечно, наглость и это свидетельство полного неуважения, которое проявляется к России как государству, к Российской Федерации, как самому большому куску исторической России нашей страны. Надеюсь, что ничего у них не получится, хотя, к сожалению, если обращаться к историческим примерам, наиболее известное это объявление предтечи Международного уголовного суда ГАГским трибуналом. Собственно, Международный уголовный суд возник из этого трибунала по Югославии Милошевича, персоной, подлежащей аресту, с последующей его выдачей и осуждением, которое не состоялось только потому, что Милошевич скончался во время следственных действий непосредственно перед судом. Или во время суда я уже точно не помню. Следующей широко известной жертвой, я там некоторых африканских диктаторов не беру, некоторые живут и здравствуют, но на слуху у всех бессудная казнь, убийство жестокое с пытками ливийского лидера Муамара Каддафи. Он тоже был объявлен в розыск, был выдан орден на его арест Международным уголовным судом ГАГским. И хотя он не был арестован, хотя он не был доставлен на это судилище, то в общем-то в какой-то степени можно констатировать, что на президента Путина, сейчас в так называемой Объединенной Европе смотрят примерно так же, как на Муамара Каддафи и пытаются организовать ему точно такую же участь. Поверьте на слово, даже если это случится, и даже если я буду к этому моменту жив, здоров и на свободе, я не буду злорадствовать ни разу. При всем том понимании, глубочайшем понимании, что если это произойдет, как и в том, что уже произошло, огромная вина в первую очередь самого президента Российской Федерации, который даже сейчас ведет себя так, как будто он не президент огромной исторической страны с тысячелетней, более чем тысячелетней историей, какая-то вот тряпка рассказывает всем очередной раз, как его водили за нос. Он прям зациклился на этом. В недавнем интервью, которое он давал на заводе производящем, на авиационном заводе, он, отвечая на почему мы не вступили в войну в 2014 году, когда украинская армия была и разложена, и слаба, начал нам рассказывать про какие-то, что у нас не было гиперзвукового оружия, начал говорить о том, что его водили за нос опять, вот прям зациклился он на этом. И вообще вел себя крайне неуверенно. Что я могу ему посоветовать, вернее не ему, а его спичрайтерам? Молчите, пусть он вообще молчит, не открывает рот. В данной ситуации это намного полезнее, чем бормотать глупейшие оправдания, над которыми можно только смеяться. Потому что это единственное, даже для нормальных патриотов России, это единственная возможность не плакать, это смеяться над такими высказываниями. Пусть лучше молчит, потому что все, кто находится, все в курсе, как в 2014 году можно было пройти от Харькова до Одессы практически, наверное, без единого выстрела. И как спустя 8 лет, несмотря на гипотетическое наличие у нас гиперзвукового оружия, которым так кичится президент Российской Федерации, не удается не пройти не только до Одессы, в Харьков не удалось нормально зайти, вернее те, кто зашли, не все вышли. Смешно сказать, за первые полгода проведения специальной военной операции, ну данные те, что есть, за первые полгода, других данных у меня нет, я пользуюсь только тем, что есть средства массовой информации, было выпущено три ракеты гиперзвуковых, кинжал, по каким-то там объектам, нам опять же неизвестным по соображениям военной тайны. И правильно президент говорит, что фактически мы это оружие не применяем. А если мы его не применяем фактически, то какое значение оно имеет вообще для ведения войны? Тем более полномасштабной, крупномасштабной войны, которая не ограничивается какими-то небольшими территориями, идет уже больше года. Да никакого. Получается, что оправдание президента о том, что в 14-м году у нас этого оружия не было, и вот поэтому мы не могли воевать. Но это чушь собачья. У нас сейчас оно якобы есть, но все равно на ход войны не оказывает никакого влияния. Молчите, подскажите президенту, пусть молчит, пусть меньше рассказывает про нос, про свой многострадальный. Мне не придется тогда высказывать жесткие прямые слова в его адрес, чтобы просто как-то повоздействовать. Заткнись. Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. Я это говорю не потому, что я терпеть его не могу. Я говорю, что потому, что у нас война. И каждое неосторожное слово, каждое дурацкое телодвижение головы нашего государства, каждая его безответственность очередная, когда вместо того, чтобы принять на себя руководство Государственным комитетом обороны, он вместо этого на симуляторах на вертолете летает. Это все идет в копилку. Точно такие же копилки были и у Милошевича, и у Каддафи, и у Саддама, еще много кого, кого собирались свергать в Соединенные Штаты. И когда в результате военных поражений население отворачивалось от своих лидеров, все это вспоминалось, и все это выливалось и надевалось им на голову в итоге. Нам такой вариант не нужен. Сегодня на коллегии, или вчера, даже не знаю, там запись сегодня я увидел, на коллегии Министерства внутренних дел Владимир Владимирович совершенно справедливо рассказал о том, что по имеющейся информации, даже если бы не имелось, все равно это было бы понятно, противник делает ставку на внутренний распад Российской Федерации. На смуту, по-русски говоря, на организацию переворота, на дезорганизацию хозяйственно-экономической и социальной жизни. Ну, в общем-то, это было известно еще в 2014 году, что противник сделает на эту ставку. Но только бороться с экстремистами, только надеяться, надеяться, что путем антитеррористических и различных профилактических мер удастся стабилизировать ситуацию в ходе тяжелой войны, ну, на мой взгляд, необоснованно. Просто потому, что если у нас, подчеркну, тысячный раз повторю, пока у нас командует всем кретины, которые умудряются проиграть войну на ровном месте, проигрывать сражения, устраивать замечательные дискалации, успешные перегруппировки, которые завезли в страну миллионы, да не слушайте миллионы, уже десятки, наверное, миллионов потенциально нелояльных мятежников, я имею в виду иммигрантов из Средней Азии, потенциальные мятежники, да, которые увеличили пенсионный возраст на ровном месте при профиците бюджета, причем огромном профиците бюджета, которые разрушили промышленность, в результате мы не можем сейчас производить всего, что необходимо нашей армии, сражающейся на фронте, которые устроили мобилизацию так, как они ее устроили. Вот пока все эти люди находятся при своих постах, пока никто из них ни то что не ответил за свою выдающуюся некомпетентность, воровство, трусость, может быть, даже за предательство и вредительство, но даже не снятся своего поста, ну, в общем-то, экстремисты и недовольные будут плодиться только в возрастающих количествах. И чем больше и дольше нас будут бить на фронте, тем больше шансов, что враг все-таки добьется того, что он стремится добиться. То есть дестабилизации самой Российской Федерации и выигрыша войны через эту дестабилизацию. Напоминаю тем, кто сейчас меня будет смотреть, что этот сценарий я лично, своими собственными устами, озвучил в первом своем большом интервью от сентября 2014 года. Тогда уже все было прозрачно и просматривалось. Меня, в отличие от нашего президента, никто за нас 8 лет не водил. А это означает, я не считаю себя самым умным человеком на Земле, а это означает, что при относительно здравом уме хотя бы все, что происходит, вполне было прозрачно и можно было не только предугадать, но даже перевести в язык аналитических документов. Раз этого было не сделано, вернее, может быть, это и было сделано, но никаких выводов на гора не было выдано, значит, надо спросить с тех советников и государственных деятелей, которые год назад начали специальную военную операцию, к которой мы оказались совершенно не готовы. А если с них не спрашивают, тогда нечего все валить на уважаемых киевских и дорогих западных партнеров. Сами дураки. Если человека 8 лет водят за нос, то это вина не только тех, кто его водит за нос, но и лохов, которые позволяют жуликам обводить себя просто вокруг пальца в течение такого огромного срока. В наперстке проигрывают только лохи. Нормальные люди вообще не подходят в те места, где играют в такие игры. Так что возьмите себя в руки, Владимир Владимирович. Поменьше рассказывайте людям про свой многострадальный нос. Попытайтесь понять, что у вас все еще есть шанс возглавить воюющую страну, а не повторять судьбу Муаммара Каддафи, которому в задницу, как известно, засунули черенок, по итогам его бурной деятельности. Если вы это сделаете, вы еще получите поддержку. И не только со стороны товарища Си, о результатах переговоров, с которыми я сейчас знать не могу, они только сейчас идут, но и от населения Российской Федерации. Даже от тех, кто вас не любит, вы получите поддержку. Даже от меня. Не потому, что вы мне нравитесь, абсолютно нет, а потому, что еще больше мне не нравятся те люди, которые воюют с той стороны, которые планируют превратить Россию в радиоактивные развалины по итогам этой войны. Думайте, если еще умеете это делать. Мы хотим видеть вокруг вас не старые рожи ваших друзей по озеру, незаменимых, безальтернативных. Мы хотим видеть вокруг вас дееспособных, талантливых людей, которые хотя бы начнут исправлять ситуацию и на фронте, и в тылу, и в политике, и вообще во всем государстве. А этим людям мы не верим просто потому, что мы понимаем и видим наглядно, что они способны выдать, к чему они привели нас. Продолжение следует...